В минувшую пятницу Екатеринбургская полиция доложила об очередной успешной операции под прозрачно как чистенький спирт, намекающим названием «алкоголь», свершившийся еще в трудный понедельник 21 ноября на территории рыночного комплекса на улице Высоцкого в результате проверки полученной оперативной информации. В итоге изъяты тысячи бутылок паленого бухла. Вроде все как всегда, но оказалось, что и тут не обошлось без вездесущего ныне коронавируса. Как пишет агентство УРА.РУ, опять же в ноябре стало известно, что новая зараза убила еще вполне себе молодого 43-летнего видного деятеля теневого алкарынка Эльхама с фамилией на букву Г, которого к моменту этой операции уже схоронили на родине в Азербайджане. Поэтому не стоит путать его с тем кадром, что сейчас в кадре. Это далеко не упомянутый босс, ныне покойный, а функционерчик поменьше, типа бригадира. Ну, в общем, к этой конкретной партии представленная мелкая сошка. Данная продукция была изъята 21 числа. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-развитых мероприятий был установлен владелец, избытчик данной продукции. Еще раз, как фамилия? Злые языки приписывали ему кураторство, так сказать, над несколькими торговыми точками в Кировском районе. Это небольшие магазины в жилых домах и на остановочных комплексах. Хоть и небольшие, зато нагло торгующие в любое время суток алкоголем, любой степени палености, в основном поставляемым из Казахстана и не обложенным российским акцизным налогом, то есть контрабандным, но почему-то при этом не закрывающимися, хотя накрывают их всяческие проверки не раз и не два. Что за фамилия такая на букву Г? Пусть всякий сам гадает для себя, как хочет, но мы, исходя из опыта, накопленного уже за не один десяток лет погружения в тему, предположить можем только клан Гамбаровых, более-менее пережившие в конкурентных войнах различные родственные структуры других земляков, и иногда с потерями не только через суд, посаженными в результате взаимно перекрестных доносов, но и реально убитыми в результате нападений. Ну и вот этот, якобы оставшийся бесхозным, осиротевший склад на коре и сдал полицейским, тоже кто-то, предоставив, так сказать, оперативную информацию. В результате изъято было более двух с половиной тысяч бутылок водки и других крепких напитков. Ни одна из них не имела акцизных, либо федеральных специальных марок. По объему это около 1300 литров. Отделом полиции номер два, что на ЖБИ возбуждено уголовное дело по соответствующей пятой части статьи 171 прим. 1 УК РФ.